итак всем привет друзья я вот широков и сейчас честный отзыв брокера тинькофф инвестиции а именно я торгую собственно инвестируй в тинькофф уже практически год и можно ли тут заработать заработать можно если вы как бы разбираетесь в собственных теме можно проверить но сейчас минус 76 процентов принципе это нормально потому что они как и растут как и падают а собственно почему так произошло и почему так может вообще произойти смотрите вы доверяетесь такой рынку да думать ситуация пойдет в рост все вот как это было допустим растет 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 и вы резко вот здесь вот покупаете да в принципе ожидая что будет скачок вверх как это вот здесь да на 1.56 потому что все идет к росту все идет к росту нефти растет компания растет все здорово прогнозы у тинькофф очень крутые очень хорошие там все красиво и плюс еще есть телеканал тинькофф да который тоже вкладывает там они вложили миллион в этой ты думаешь да а если они вкладывают то и нам надо вложить в чизы пить волонтеры и вот собственно вот как бы она идет идет ничто не предвещает беды и потом она резко с 9 падает вниз 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 0 5 5 центов 45 2 1 1 18 17 и сейчас она стоит вы можете наблюдать но 17 это при том что она выросла потому что вот пару дней назад она стоила 0 16 но 17 а сегодня она стоит 0 18 вчера на столах даже 0 21 но это какой-то рекорд да для нее вот такие вот собственно тенденции вложено 8000 долларов по числу 8910 штук средняя 0 94 сейчас она стоит 0 1 0 17 центов то есть 80 процентов минуса потеря 6737 долларов вот собственно вам ответ можно ли заработать а можно и также и потерять но единственное держит то что я не еще не продавал эту акцию по 0 пропал пройти потеряю все или заработаю собственно какие-то деньги или выйду но также у меня были хорошие сделки я зарабатываю на сбербанке том же сейчас сбербанк упал но это все зависит от коронавируса заработать можно в принципе вот 1055 спокойно в месяц можно делать но это при наличии капитала то 500000 именно торговли но многие инвесторы которые сидят и то что я посмотрел на обзорщиков они торгуют в долгую ну именно инвестируют я больше занимаюсь торговли потому что на инвестиции это очень долго с тех же так как же показать с тех же допустим инвестиции я за полгода база работал так как только каталог с продуктами акции фонды когда тут анализ портфеля смотреть привык на телефоне просто так что не без сети еще вывести по счете аналитик дивидендов теперь 13 процентов до аналогов с дивидендов 13 процентов тариф трейдер почему тариф трейдер он просто дешевле когда большие большие собственно обороты налоговый отчет и налоги тоже заплатил заплатил там достаточно большие тариф трейдер выгодно когда у вас оборот когда хотя бы 1400 в день там проносится так он в принципе особо не нужны там просто цена покупки и продажи будет комиссия меньше и поэтому это выгодно то есть те же 290 рублей за месяц на не знаю любой кто торгует даже я сейчас когда торгую копейками до какими-то ну то есть там на несколько тысяч рублей в день до это это можно сделать потому что на вот сегодня три или четыре раза продал тоже тот нефть раз-два-три на три раза продал тот нефть 3 рубля 34 заработана то есть хочешь не хочешь не выработать что эти 50 рублей это даже в такие периоды коронавируса также с плюсом продал группы лср когда-то вот недавно посмотрите покажу сразу продано по 630 куплено по 521 этого заработана 100 рублей ну вот так вот в таком формате ну то есть заработать всегда можно если ты шаришь но то что я говорю новичка сразу не вкладываете не берите ни в коем случае маржинальную да они какие-то там помощи банков вообще не пользуйтесь никогда кредитными картами потому что но это только для лоха в принципе хотите что у вас на наебал банк то пожалуйста пользуйтесь кредитными картами давайте но у нас все нестабильно в стране принципе лучше этим не пользоваться иначе вы будете в долгах как в репьях я торгую только своими и вот смотрите что собственно происходит давайте посмотрим а счете нужно посмотреть наверно аналитика да аналитика оборотов все покажу чтобы не быть и голословным что я такой тип алексей и типа и не торговал на вообще смотрите вся моя история торговли на начале с 25 с 1 ноября 2000 нет 25 октября 2019 15 года так октябрь ноябрь январь февраль март апрель 6 7 месяцев все месяцев и так начали 322 рубля до 25 октября потом 109 109 188 потом 124 702 137 8 ну каждую неделю до фактически вот десятка да где-то 12000 потом 312 1250 до 200 так 347 27 467 146 6 декабря 2019 потом 497 12 декабря 526 20 декабря 526 457 27 декабря нормально было 537 так 3 января тут я заплатил налоги 1009 вот за этот весь период 9 или 10 тысяч именно налоговой да мне 8000 на 1 января я заплатил еще собственно торгану у нас как раз чизн 537 544 вот ставало то есть 12000 1213 13 мальчика 3 3 10 14 4 еще 1 по полному 2012 я торганул еще 2 3 по полному так потом я снял получается они потом пошел пошло падение вот падение собственно числа пика 477 649 потом еще падение 458 потом я снимаю 75 на компьютер и 330 339 317 324 7 февраля 298 308 192 потом 13 марта 151 на 176 пополнение 155 159 все из-за одной акции понимаете вот примерно 99 процентов валюту на 11 чиза пикси на 4 процента 24 ну вот в какой-то крупный торговый депозит а остальное просто выйдем данный компьютер на то что мне не нужно ставить только вот то что зависит отрасли у нас энергетика телекоммуникации финансовый сектор потребительская как же показать а вот вот выводы 77 295 за все время вполне 583 на на самом деле не пополнение 573 потому что крутил я столько не вкладывал я крутил 1150 дел дивиденды если я просто за 7 месяцев на ничего не делал не торговал да это ну конечно залет понятно что я залетел даваться и она пролетела то есть я потерял а так если не залетать вне не в дивидендные банкроты какие-то типа чизы пик или фронтира то можно в принципе нормально заработать как вы уже видели то есть капиталовая доходность 347 это падение чисто с акций 347 падение дивиденды 684 рубля это то есть если вы положили 600 тысяч и дивиденды с этого только 600 рублей то есть это не что моя торговал поэтому но вы можете посмотреть да допустим оборот оборот 25 миллионов 574 естественно мне бесплатно тариф трейдер был есть собственно за счет этого я поднимал там на 50 где-то 1000 в месяц 55 тысяч месяц так полгода доходность к сожалению не могу показать каждый день да потому что он не высчитывает каждый день доходность за день но судя по аналитике видно что я не вру и то что можно и зарабатывать резко все потерять в принципе так сейчас я заново начинаю собственно это естественно зависла вот смотрите акция ахаген завис чизы пик завис фронтир завис но даже берем это с коронавирусом киеве это то что не касается коронавируса да в принципе ну конечно касается но не так уж просто они в принципе такие тухлые также завис сбер завис подарочные завис яндекс завис била билайн дивиденды нормально по 12 процента дивиденды зависли киеве завис мы все все акции в общем зависли вот это я торгов сегодня торговал раз два три три акции заявки что на покупку продать 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 3 акции раз два три тремя торгуем нужно торговать семьям одновременно чтобы не залететь как вот это произошло с чезли пик ну что если вам данное видео понравилось рекомендую если у вас оборот там от 200 тысяч конечно использую трейдер иначе используйте обычный бесплатный там или сколько он 90 рублей стоит вот такие вот такая собственная история это вот личный опыт за 7 месяцев торговли такого пассивного дохода и на дивидендах далеко ты не выйдешь серьезно плюс еще комиссии банков плюс ты за вывод не нужно забывать что ты платишь налоги за вывод то есть даже дивиденды вот этих 6 600 рублей я заплачу еще налог на прибыль и все этом выведу 200 рублей она там в принципе не стоит торговля то есть ты разбираешься торгуешь от кабина тебя как работа да можно торговать конечно и плюс еще обязательно откладывается там покупать валюту и держать каких-то более но долгосрочных перспективах допустим долгосрочность там на три месяца долга сорвать но это вот эти же акции что не вызваны сейчас вам покажу это просто рынок который уже устоялся это можно дивидендный аристократ дивидендные аристократы растут настолько медленно что толку особого нет мы же все понимаем что самое важное то время конечно там круто читать баффета и думать что вот вы поднимете как он но он поднялся на страховых компаниях то есть он покупал разорившиеся компании их перепродавал улучшал основной капитал он сделал так а мы с вами которые просто работаем на обычных работах и типа пытаемся хоть что-то сделать чтобы купить себе потом квартиру допустим то нам приходится не так сладко и вот в общем вам личный пример так так сказать а я хотел показать вам избранную точную каталог каталог вот избрана но допустим если мы его покупать тесла покупаем русские вообще не рассматриваем если вы хотите именно заработать и это русские вот эти акции то что я торгую и то что вот у меня в избранном просто по стратегии 7 депозитов пока доллар дорого стоит и пока у меня никаких какого бюджета нет чтоб я мог пополнять раз в неделю хотят на 10 тысяч рублей я торгую русскими потому что чтобы как-то крутить то что есть в общем и выходить из минусов потихонечку понемногу так вот рассматриваем тесла виза apple facebook мастеркард макдональдс netflix netflix сомнительно все начинает отрастать где-то месяц назад не три недели назад мы можем наблюдать что макдональдс стоил по 136 то есть он упал настолько что можно было нормально поднять но тогда было не до этого и меня как бы но не было денег чтобы я вкидывал потому что ситуация непонятная такой на очки сам а так то кто при больших средствах кризис конечно огромные деньги можно с этого поднимать вот он уже мы наблюдаем собственно рост макдональдс просто макдональдс со 183 это 29 14 процентов до 29 процентов того он вырос с одной оцены 41 доллар но если это вкидываешь допустим 10 тысяч 10 тысяч каждая на 41 41 на 10 тысяч на 10 41 410 долларов то есть ему поднять с этого числа 410 долларов кинув просто десятку 10 тысяч долларов это вот 740 тысяч 740 тыму поднять там 50 тысяч 50 40 тысяч спокойно просто в долгу не торгует на дневнике там просто вот на два месяца но это причем разбудит еще потому что все выплывает потихонечку из жуткого дефолта что собственно происходит сейчас выплывает даже сбер наш он выплывет рано или поздно яндекс то есть я советую только в надежной компании именно дивиденды никогда не эти вообще либо сильно растущие это как топчики какие-то либо только дивиденды если вы новичок только дивиденды в том что свое время это торговал макус и есть такая продуктовая компания тоже было неплохо начинал с русских а потом перешел на американский рынок потом стрел сейчас снова с русских все заново все с русских потом почему с русских начал русские неприбыльные прибыльные они на допустим на трех месяцах вот так если вы вкидывать но типа 10 процентов вашей прибыли здесь процент но такое они очень зависит от американского рынка если они зависит от американского рынка то смысл это типа торговать американский когда есть открыт рынок да можно покупать сразу американский зачем торговать русскими вот этого на самом деле не очень понимаю но типа проще на никто полностью под влиянием также и доллара американской политики тут же газпром всех этих договоров до что типа да нет и все это так скачет и но прибыльность мар маленькая с больших сумм конечно нормально единственное хорошо на потому что налоги меньше налоги меньше нет курс курс на на курс в основном растет даже при том если он упадет вы все равно будете в плюсе потому что тот же рост там как он сбера он за год вырастет на 30 процентов а тоже тесла она вырастет месяц на 50 ну вот такое но потому что это это любит лет и как бы акции весь мир зависит от них ну в принципе следить за ними покупает или тот же google amazon на любое но главное просто . на найти и покупать вот вам вся история в общем подписывайтесь на канал ставьте лайк если было полезно то делитесь видео а так пишите в комментарии с удовольствием вам подскажу рассмотрю там что угодно в этой тематике конечно тяжело так рассказывать ты в минусах типа когда в пюсе было бы намного все проще все спасибо за просмотр пока